Библейский портал экзегет.ру представляет Идоложертвенных яств мы знаем, потому что мы все имеем знание Но знание надмевает, а любовь назидает Так пишет апостол Павел о идоложертвенных яствах мы знаем И далее говорит, знание надмевает, а любовь назидает Это, пожалуй, ключевая такая фраза и наставление апостола Павла Что без любви всякое действие, оно будет во вред как самому человеку Так и людям, которые его окружают И далее он продолжает Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает так, как должен знать Но кто любит Бога, тому дано знание от него Ситлян Златоуст пишет по этому поводу, цитата Кто любит Бога, тому знание дано от него Поэтому апостол говорит Я не запрещаю иметь совершенное знание Но заповедую иметь его вместе с любовью Иначе оно не только бесполезно, но даже вредно 4 стих апостол продолжает Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем Что идол в мире ничто И что нет иного Бога, кроме единого Ибо хотя и есть так называемые боги Или на небе, или на земле Так как есть много богов и господ много Но у нас один Бог-отец Из которого все, и мы для Него И один Господь, Иисус Христос Которым все, и мы им Но не у всех такое знание Некоторые и до ныне совестью Призрающих идолов едят идоложертвенное Как жертвы идольские И совесть их, будучи немощно, оскверняется Прежде чем дальше читать 8 и 13 стих Глава достаточно короткая Но вся посвящена именно этой теме Теме вкушения или невкушения идоложертвенного Прежде чем продолжать Нужно вспомнить и посмотреть в историю Что там было в Коринфе И почему апостол Павел уделяет этому столько внимания Дело в том, что Коринф был языческим городом Как мы и говорили ранее, очень богатым И идоложертвенное принесение идолов в жертву Это было обычным делом То есть будничным, обычным делом Но также иногда из этих жертв Идоложертвенные это были животные Которые заколались Это могло быть любое животное И в жертву, в общем-то, богам И этим с маленькой буквы и идолам Приносилась какая-то совсем маленькая часть Могли просто с головы, скажем, этого идоложертвенного Состричь волосы и принести этим идолам на всесожжение А остальное употреблялось Там было три Три таких главных правила Первое правило Это часть отдавалась жрецам Которые имели право И которые как бы были лидерами этих жертв И их идолопоклонниками Их такими предводителями Так сказать, будет даже лучше Вторая часть отдавалась чиновникам Да, это в основном тоже такая большая часть мяса Там мякоти А жрецам отдавалась ребра И некоторая часть бедра А остальное, в общем-то, тоже Такую большую достаточно часть Брал себе человек, который приносил эти жертвы И из этих жертв он устраивал пиры Домашние пиры Вот есть одно письмо Которое одного человека-язычника Направлено другому Одно из них процитирую Так по памяти Когда он приглашает своего друга И говорит Приходи ко мне Я принес жертву своему богу Там Какому-то И вместе порадуемся То есть вместе будем есть То есть это было обычное Как бы приглашение в гости Но оно всегда сопровождалось Принесением жертву тому или иному богу Были большие празднества Большие пиры Когда собирались язычники Приносили своим богам Какому-то центральному богу Которому на данный момент Они считали, что вот его надо задобрить Чтобы он Закрывал глаза на их грехи И на их преступления Никак им не навредил Такое именно сознание у человека С магическим пониманием И мировоззрением Надо задобрить злых богов Чтобы они не приносили вред И некоторая часть попадала на рынок Также идоложертвенного Это как раз та часть Которую отдавали чиновникам И представьте Ну каждый вот что-то заколает И отделяет чиновнику Ну у чиновника Это слишком много Куда это все девать Он конечно это приобращался Все не съесть Хранить где-то Где-то хранить Негде И большую часть Он отдавал на рынок И таким образом На рынок тоже попадала Идоложертвенная Поэтому апостол Павел Уделяет этому много внимания Для некоторых людей На которые стали христианами В городе Коринфе Идол конечно был ничто Они сразу поняли Что это пустота Но некоторые настолько Зациклись в этом своем Обряде вере Которое в общем-то Во многих У многих Коринфян Оно было формальным Просто ради того Чтобы поесть Ну был определенный ритуал Чтобы принести в жертву Некоторые От этого формализма Быстро отказался А те кто вник И как бы скажем так Вступил в общение Вот с бесами И этому Идоложертвенному Настолько привык Что Он Действительно Придавал этому Большое значение Но тем не менее И те кто приносил формально Они конечно Служили бесам И те кто В это вникал Так же тем более Дальше поэтому Апостол так Павел И пишет Пища не приближает Нас к Богу Если едим ли мы Ничего не приобретаем И не едим ли Ничего не теряем Берегитесь Говорит Однако же Чтобы эта свобода Ваша Он говорит здесь О идоложертвенном Не послужила Соблазном для немощных То есть вот как раз Для людей Которые очень сильно Уверовали в эти Языческие суеверия И несмотря на то Что они стали христианами Уже и покаялись Но тем не менее Они еще не изжили Вот это языческое Сознание Ибо если кто-нибудь У вас Пишет Апостол Увидит Что ты Имея знание Сидишь за столом В капище То есть вот Приглашен в гости В капище То совесть его Как немощного Не расположить И его Есть идоложертвенном То есть человек Будет поступать Против совести Хотя он Понимает Что он делает Но ради того Чтобы показаться Перед людьми Что и я В общем-то Для меня это ничего Не значит Но внутри Он еще Будет сомневаться Что Можно ли вообще Это есть Ведь Всякое употребление Пищи Которая принесена Идолу Это есть Ничто иное Как Свободное Волеизливление Человека Соединиться с бесом Соединиться с идолом Ибо знание Пишет далее Апостол И от знания твоего Погиб немощный брат То есть за которого Умер Христос Ну ты знаешь Что это ничто Что идол в мире Ничто Поэтому ты к этому Относишься Зная это Так вот Не придавая этому Значения А брат Соблазняется И согрешая Пишет апостол Таким образом Против братьев И уязвляя немощную совесть Их мы согрешаем Против Христа И потому Если пища Соблазняет брата моего Не буду есть мясо Вовек Чтобы не Соблазнить Брата моего О какой пище Идет речь Понятно И о каком мясе Тоже понятно То есть от Идола жертвенном мясе Но тем не менее Апостол Здесь подчеркивает Главную мысль О том Что все Что бы я ни делал Как он скажет В другом месте Все что вы делаете Делайте как для Господа Делайте Поэтому все Что бы я ни делал Говорит здесь апостол Если я знаю Что это может Соблазнить брата моего То есть Что значит Соблазнить То есть Посеять какое-то Сомнение В его вере В его вере То я не буду Этого лучше делать Вот о чем Речь идет Речь идет Об опасности Опасности Того Чтобы не подать Соблазну Как спаситель говорит Об этом Что горе тому Через кого Приходят Соблазны Лучше бы Человеку этому Не родиться Лучше бы Повесили Мельничный жернов И утопили Почему Почему Спаситель говорит Лучше бы ему И не родиться Потому что Человек который родился И производит Соблазн После этой жизни Он будет мучиться В вечной гиене А тот который не родился Его как бы еще и нет И поэтому Родившийся Он Его участь вечная Еще не определена Вот что пишет Об этом Святитель Амбрусим Диоланский Цитата Искушение немощного Здесь он говорит о том Что слабый Видя брата своего Опытного Приглашенным в капище И расслабленно Возлежащим И потребляющим Пищу Плоть Идоложертвенную Почитает Это за некую благодать Видите То есть И сам Начинает Есть Идоложертвенный Не по той совести И знанию Что нет идолов Но по той совести Что полагает Будто Есть В этом Могущество Идола Когда Брата знающего Видит это Вкушающим Без содрогания Конец цитата То есть Вот о чем Было и сказано Итак Смысл всего этого Послания О идоложертвенных Главный Чтобы Всякое знание Которое Есть Какого бы высоты Оно не было Знание Говорит апостол Павел Надмевает И любовь Назидает Всякое знание И всякое действие Должно быть совершаемо Только лишь С одной целью С одной целью Ради Бога И ради Спасения Ближнего Если есть Какое-либо Малое Хотя бы Уклонение От этой Главной заповеди Любовь к Богу И любовь к ближнему Лучше Этого Не делать Дабы Не подавать Соблазна Людям Соблазна Уклонение Уклонение Продолжение следует...